Я просил вас, чтобы вы серьезно с заинтересованными и ответственными лицами подумали о том, как нам выстроить систему работы с делегатами, прежде всего, Всебелорусского народного собрания. Нам надо и по структуре было определиться и в секретариате, как мы будем действовать, ну и вообще в стране, какова будет структура и система. Времени было достаточно, чтобы определить направление нашей деятельности и как работать с делегатами. Нам надо определиться, спланировать работу, поэтому для нас важны будут и планы работы, поэтому я попрошу кратко доложить, что сделано в этом плане и что надо сделать. Что надо в данном случае отменять для того, чтобы запустить эту машину в работу. Но главное, это связь, ваша связь, моя связь, президиума с делегатами Всебелорусского народного собрания, чтобы они не чувствовали себя какими-то отрешенными, отстраненными от тех вопросов, которые им нужно решать. Нам очень важно показать обществу и делегатам, что они не должны подменять другие органы власти. Знаю, что уже и обращения приходят людей, руководящим органом ВНС. Обращения будут, но этими обращениями должны заниматься прежде всего делегаты Всебелорусского народного собрания. Но обращения обращению рознь. Обычные обращения граждан в исполнительные структуры, администрацию президента – это одно. ВНС – это совершенно иной орган, который заборы не ремонтирует и крыши тоже не ремонтирует. Но, тем не менее, оттолкнуться от обращений людей, сказать «это не наше дело» тоже нельзя. Поэтому надо выстроить так работу, чтобы, если человек обратился в Всебелорусское народное собрание, в секретариат или к вам, или ко мне как председателю, чтобы мы могли это обращение довести до соответствующих органов для решения. Но главное – показать людям, что это не работа ВНС. ВНС – это некое политическое ядерное оружие, которое используется в исключительных случаях. Если это нужно будет, привести там неочередное заседание или собрание ВНС и так далее. Это исключительные случаи. И принимать решения только стратегического характера. Не заборы и не крыши, даже не балконы. Но тоже, еще раз подчеркиваю, время – мы не можем от людей отмахиваться. Поэтому делегатам надо установить связь такую, чтобы с ними общаясь, мы могли довести для решения то или иное обращение наших людей. Ну и взаимодействие руководящего органа ВНС, в данном случае президиума, взаимодействие с делегатами. Как будем строить? Думаю, что с каждым делегатом вы в общении не будете постоянно. А вот с группами, а как эти группы будут выглядеть? Надо подумать и выстроить эту работу. А потом проведем заседание президиума и все это утвердим. Продолжение следует...